28 мая по всей стране стартовал основной этап единого государственного экзамена для выпускников 11 классов. В среду школьники сдавали математику – базовый уровень. Это упрощенный вариант проверки знаний по предмету и оценивается по пятибальной шкале. В 33-м лице экзамен сдают 210 человек. На входе рамка металлоискателя и регистрация. С собой у ребят только паспорт, ручка и линейка. По пункту проведения ЕГЭ без сопровождения они перемещаться не могут. Если ребенок хочет выйти из аудитории, он должен оставить на столе все экзаменационные материалы. Из аудитории он выходит с пустыми руками в сопровождение организатора вне аудитории. Ребенок сопровождается в санитарную комнату и таким же образом возвращается обратно. С этого года фиксируется время выхода учеников из аудитории и время входа ребенка в аудиторию. С этого года кима и бланки ответов распечатывают прямо в аудитории в присутствии учеников. За полчаса до экзамена в штабе получают ключ шифрования. Его загружают в станции печати и уже тогда можно получить задание. Процесс максимально прозрачен. Когда экзамен заканчивается, материалы сканируют, шифруют, отправляют в региональный центр оценки качества образования. Все аудитории, в том числе штаб, оборудованы видеокамерами. Кроме того, в пункте помимо организаторов присутствуют три общественных наблюдателя. Если мы видим нарушение, то мы тихонечко уходим из аудитории, возвращаемся в штаб, сообщаем о нарушении и там принимают соответствующие меры, которые предусмотрены правилом проведения экзамена. На этот экзамен отводится три часа. Базовую математику сдают выпускники, которым при поступлении в ВУЗ предмет не потребуется. Волнуюсь, конечно, потому что экзамен пока у меня первый из четырех, и эмоции зашкаливают немного. Но как-то экзамен не очень сложный, это все-таки база, а профиль я не сдаю, так что не так сильно переживаю. Но переживаю не только из-за того, что экзамен первый. Артем на базовый экзамен пришел размяться. Молодой человек собирается поступать в Самарский государственный университет, осваивать двигатели строения. Для ВУЗа не потребуется подготовка к профильной математике, чтобы быть уверенным, когда придешь уже подготовленным. То есть, знаете, чего ожидать от самого проведения экзамена. Профильный экзамен по математике пройдет в первый день лета. Русский язык школьники сдадут 6 июня. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.